Библейский портал экзегет.ру представляет Мы продолжаем наши беседы о псалтыре. Они проходят в Московском Срединском монастыре и записываются в редакции портала экзегет.ру. Мы переходим к изучению 114-го псалма. В отличие от предыдущего гимна, греческий текст которого вмещает в себя два отдельных псалма по древнееврейскому оригиналу, то есть в 113-й псалом входит два, псалмы 114-й и 115-й по синодальному переводу, напротив, представлены в древнееврейском оригинале как единый текст. И таким образом два псалма, 114-й и 115-й, по греческой традиции в иностранных изданиях опубликованы как единый монолитный псалом, единый текст, потому что они следуют массовецкому тексту. Таким водоразделом между псалмами по греческому тексту является слово «Аллилуйя», которое в септуагенте стоит в начале 114-го и 115-го псалмов. Оба текста написаны от первого лица единственного числа. Неизвестный автор публично засвидетельствовал о том, как Господь услышал его молитвы в час скорби. Его личная благодарность, выраженная в стихах, видимо, со временем вошла в литургическое употребление и стала достоянием всей общины верных. Считается, что данные псалмы воспевались с одним из великих еврейских праздников, о чем говорят последние столова 115-го псалма. В силу того, что за обоими текстами чувствуется рука одного автора, а также по причине последовательного исполнения данных гимнов за богослужением, в древнееврейской традиции они считались единым текстом. Не исключено, что в начале это был действительно единый текст, разделенный впоследствии греческими переводами на две части в литургических целях. Что именно произошло в жизни автора псалма, нам неизвестно. Он говорит о каких-то смертных болезнях, адских муках. Однако речь могла идти не только о физическом заболевании, приближающем человека к смерти, но и о душевной боли, истощении жизненных сил. Речь могла идти о какой-то депрессии. Телесная теснота и скорбь из третьего стиха – сильное сокрушение. Эти слова в равной степени могут относиться как к физическому недугу, так и к депрессивному состоянию психики. Но что бы ни происходило, оно осталось в прошлом. Псалмопевец все преодолел. Поэтому перед нами не плачь, а благодарственная песня спасенного израильтянина, в которой он излагает свои размышления, жалобы и надежды. В благодарность за освобождение от жизненных испытаний он обещает Богу до конца своих дней прославлять его имя, приносить жертвы и исполнять обеты перед всем собранием народа в Иерусалимском храме. Многие слова и выражения, рассматриваемые нами гимна, напоминают древние псалмы Давида. Однако наряду с этим в псалме присутствует множество достаточно поздних арамеоязычных языковых форм, или по-другому арамеизмов, слов из арамейского языка. В силу этого исследователи делают вывод, что псалом принадлежит к послепленному периоду. Он является примером того, как более поздние поэты повторяли мысли древних, прибавляя при этом свои собственные слова с описанием переживаний, рассуждений или восхвалений Господу. Первые два стиха. Псалмопевец начинает свой рассказ с описания того упадка сил, который когда-то он претерпевал. Когда ему было больно, он возвал ко Господу. Господь услышал его голос, и потому слово «радуюсь» стало первым в данном благодарственном гимне. Если присмотреться к тексту оригинала, на месте слова «радуюсь» стоит более выразительное, более сильное утверждение «я полюбил». Таким образом, текст буквально гласит «я полюбил Господа, потому что он услышал голос мой». Любовь к Богу родилась в ответ на его милость. Это вполне согласуется со словами святого Иоанна Богослова «будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». То есть Бог прежде нас возлюбил, а мы его возлюбили в ответ на его любовь. Господь не только слушал, но и отвечал, преклонял ухо к просьбе псалмопевца о помощи. Радость и воодушевление побуждают гимнографа пообещать Богу, что он будет призывать Господа до конца своей жизни. Во втором стихе данного псалма речь идет о следующем. «Господь преклонил ко мне ухо», то есть услышал, «внял моей молитве». И в качестве ответного жеста псалмопевец говорит, «потому я буду прославлять его во все дни мои». Вот представим себе, один раз Бог совершил какое-то чудо. Может быть, избавил от раковой опухоли, а может быть, просто снял головную боль, избавил от уныния, депрессии или стресса. И человек тут же обещает до конца своих дней прославлять своего любящего небесного Отца. Сравним с современностью. Сколько раз бывает так, что человек приходит к Богу в храм помолиться, чтобы получить какое-то чудо, маленькое или большое. И очень много людей получает от Бога ответ. И это маленькое или большое чудо свершается. Но что потом происходит в наши дни с нашими современниками? Разве человек готов дать обет или даже хотя бы без обета с того момента ходить в храм? Нет. Он забывает о Боге на третий день, когда снова случается несчастье, снова приходит в храм, снова совершается чудо. И так из раза в раз. И вот поразительная вещь. Блудный сын один раз вернулся к Отцу и уже не убегал. А у нас каждый Великий Пост, те же самые блудные сыновья, возвращаются снова в храм с тем же самым набором грехов, о которых страшно сказать и пером описать. И возникает вопрос. Друзья, а где ваша вера? Почему люди древности с одного раза вразумлялись? А вы каждый раз лицом в грязь и снова на сторону далече, и вас жизнь не учит. Ответ каков? Батюшка, даст и слебен. Такова жизнь. Не я виноват. Он, она соблазняют. А я чего? Куда ведут, туда иду. Вот, к сожалению, такова наша действительность. Мы очень сильно отличаемся от других людей древности. У нас нет той веры. Поэтому древние христиане, не только поставленные на то, по должности какие-то пресвитеры, диаконы или диаконисы, совершали чудеса своими руками, исцеляли, изгоняли бесов. Такова была вера. У нас сейчас каждый человек в крещении получает дар прощения грехов, изгоняясь сатана, получает ангела-хранителя и может творить чудеса. Но что происходит? Этого не происходит. Потому что у нас нет той веры. Нет такой же твердой, горячей уверенности в Боге, чтобы мы один раз, увидев чудо в своей или чужой жизни, всю жизнь ходили в храм и приносили Богу благодарственные обеты, гимны и словословия. Поэтому чудеса сейчас стали редкостью. Потому что что посылаешь эти чудеса людям, что не полусылаешь, все равно. Посмотрите на жителей Назарета. Почему не мог, или вернее не хотел, Иисус Христос совершить там никакого чуда среди жителей Назарета? Потому что они не верили. Они видели перед собой плотника или скорее больше строительных дел мастера, сына Иосифа. И поэтому Господь не совершал чудеса ни их руками, ни своими. Поэтому то, что происходит с нами, это результат нашей жизни. Если у нас будет такая же вера, как у древних людей, тогда по вере нашей мы горы будем переставлять. Это реальность. Псалмопевцу угрожала смерть, которая схватила бы в свои цепкие объятия и хотела проглотить, словно монстр. Об этом идет речь в 3-7 стихах. Адские муки опутали его, словно веревками или сетями. Стесненный со всех сторон, псалмопевец призвал имя Господа. «Избавь душу мою». Четвертый стих. Слово «душа» употребляется в данном псалме трижды. Однако по смыслу лучше было бы перевести это слово как «жизнь». «Господи, спаси жизнь мою». Выражение «призвать имя Господа» имеет разные оттенки в 114 и 115 псалмах. В 114 оно означает обратиться к Богу за помощью в молитве. А в 115 идет бок о бок с принесением жертвоприношений. Почему же Бог должен отвечать на крик человека о помощи? Знак вопроса. Потому что таков его характер. Таков наш ответ. «Он милостив, праведен и милосерд, как сказано в 5 стихе». Вместо того, чтобы прямо сказать «Господь ответил мне», псалмопевец таким образом превозносит свойства Бога, которые когда-то были открыты Моисею. То есть псалмопевец, он не говорит прямо «Бог ответил», но показывая свойства Творца, говорит о том, что они сами за себя отвечают. Слово, переведенное на русский как «простодушный» в 6 стихе, не относится к умственно отсталым. Этим словом по книге «Притч» описываются молодые, наивные люди, у которых нет достаточной мудрости, чтобы принимать решения осторожно и предусмотрительно. Их скудость ума – это недостаток смышленности, рассудительности или благоразумия. Такие доверчивые простецы готовы верить во все, что угодно. Отождествляя себя с простодушным, псалмопевец тем самым признает, что в своем изнеможении он не понимал, что ему делать дальше. У него не хватало разума и сообразительности. Но решение пришло, пришло от Бога. Господь спас его, вытащил его из пасти ада. В результате он обрел тот покой, безопасное пристанище, которое обретает странник после долгого путешествия, которое обретает птица, которая желает вить себе гнездо для своих птенцов. О простодушных, о которых речь идет в шестом стихе. Слово «многозначительное», которое все же в контексте книги «Притч», как и другой литературы мудрости, я бы переводил бы или интерпретировал как недостаток жизненного опыта. То есть такой простотушный – это не просто глупец в силу ограниченных интеллектуальных возможностей. То есть человек, у которого есть какая-то проблема с развитием интеллекта от природы низкий IQ. А речь идет о тех людях, которые поступают неразумно, непредусмотрительно. В этом случае даже акцент не на возрасте, потому что бывают юнцы не в меру возраста мудры. А речь идет о том, что даже взрослый человек, великовозрастный, может поступать как младенец, как ребенок, не в силу чистоты своих намерений, а в силу необдуманности своих поступков. Поэтому евангельская фраза «будьте просты, как дети» не означает, что мы должны обратно возвращаться в детство и мыслить по-детски. А речь идет о той простоте, когда у ребенка нет лукавства, нет двойного дна, нет сложных комбинаций, многоходовок, когда человек, добиваясь своей цели, окольными путями через третьих лиц. То есть к этой простоте мы призваны быть такими простыми, как голубями и мудрыми, как змеи, когда речь идет о честности, порядочности, о нелицемерии. Но в данном псалме, повторюсь, простодушные – это люди, которые не до конца все извесили, хотя могли, то есть у них есть достаточный интеллектуальный потенциал, но они им не воспользовались, ну, то есть поступили на авось, лишь бы как. Последние стихи 114-го псалма показывают, что спасенный от смерти человек уже не плачет и не спотыкается, но уверенно шагает по жизни, куда бы ни завела его судьба. Его поступь уверенная, шаг твердый, потому что он ходит в присутствии Господа. В 55-м псалме есть аналогичная фраза о том, что спасенный от смерти ходит перед лицом Божиим во свете живых. Разница в том, что автор 114-го псалма добавляет указания на текущие из глаз слезы. Таким образом, он использует текст предыдущего, более древнего псалма, но добавляет в него немножко драмы. Ходить перед Господом означает жить осознанно, трезво, быть готовым в любой момент дать отчет о своей жизни. Ходить под присмотром Господа не означает раболепствовать пред Ним. Ходить пред Ним равно стремиться к жизни на земле живых, стремиться жить долго и счастливо. Земля живых тем отличается от Шеола, земли мертвых, что там нет Бога. Таким образом, жизнь с Богом и счастливая жизнь являются в какой-то мере синонимами. Это преддверие той вечной жизни, о которой возвещает апостол Иоанн в своем Евангелии. Истинно, истинно говорю вам, проповедовал Иисус Христос, слушающий слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Благодарю за внимание. Восстание Восстание Продолжение следует...